Ядерный удар по западу Украины якобы готовит Россия. Об этом предупреждает британская разведка, которая проинформировала руководство страны и военных и призывает готовить население западных регионов Украины. Ядерные угрозы волнообразно звучат из Кремля, то активизируясь, то ослабевая. И это последний и на более мощный инструмент шантажа Путиным и его бандой мирового сообщества. Больше запугать нечем, вот и машут, чем могут. Путин всегда может применить ядерный аут. Оно у него есть, он его может применить. Вопрос другой, дадут ли ему это сделать. Это не военная целесообразность, а политического расклада в геополитическую, если хотите. С военной точки зрения применение тактического ядерного оружия, оно не имеет смысла. Как средство запугивания, шантажа, да. И этой картой Кремль пользуется на полную катушку. Британская разведка прогнозирует, именно западный регион Украины может стать целью российских террористов. А все потому, что оккупанты хотят сделать это место непригодным для проживания людей. Так как считают, что там проходят основные логистические маршруты, по которым нам поставляют вооружение и военную технику. Это возможно. Это возможно. Возможны удары и по западной части Украины, и по острову Змеиной, и по безлюдным регионам Российской Федерации в целях устрашения, в целях демонстрации. Любой сценарий возможен. Другой вопрос, решится ли Российская Федерация, здесь затрудняюсь сказать. Скорее всего, в России этот вопрос проговаривается. И все же аналитики успокаивают. Чаще Россия использует ядерную тему преимущественно для запугивания как Украины, так и западных партнеров. Я считаю, что это элемент шантажа, элемент распространения соответствующих панических настроений, в первую очередь с целью давления на Запад и на Украину. Более двух лет мы наблюдаем, как буквально каждую неделю Россия так или иначе обещает испепелить весь мир. Регулярно об этом заявляет Медведев, российские пропагандисты выпускают соответствующие ролики, а в последнее время об этом говорить начал и сам Путин. Вероятно, чтобы деморализовать западных партнеров, чтобы ослабить поддержку Украины. Но концепция так называемых «красных линий» потерпела существенные изменения. Как показывает практика, даже уничтожение СБУ объектов на территории России, важных с точки зрения именно ядерной инфраструктуры, особой реакции со стороны России не вызывают. Более того, сами они успехи ВСУ игнорируют, предпочитая их не замечать. Имеется я в виду разнообразные РЛС, в том числе и те РЛС, которые должны наблюдать за пуском гипотетических ядерных ракет на территорию России. И уничтожение подобных объектов не повлекло особой реакции со стороны России. Это, в принципе, показывает, что на самом деле все эти представления о «красных линиях», они на самом деле не настолько соответствуют реальности, как на Западе многие считают. Вспомните, пожалуйста, 1922 год, когда Путин говорит «Только лишь первый удар по Крыму, все, это ядерная война». Мы, по-моему, с вами замахали считать, сколько уже ударов было по Крыму, по Черноморскому флоту. Черноморский флот РФ вообще превратился в исчезающий вид, его нужно в «красную книгу» заносить. Потом были угрозы «Только лишь первый удар по территории РФ в границе 1991 года, это все, это ядерная война». Слушайте, мы снова с вами замахали считать, сколько уже было по НПЗ прилетело. 30 НПЗ повреждено или уничтожено. Более того, такой удар может сработать и против Российской Федерации. Все прекрасно понимают, что если бить по восточной части Украины, там, где войска, ты можешь там не попасть туда, куда тебе нужно. Это, наоборот, может сработать против Российской Федерации. Там нет скоплений больших украинских вооруженных сил. То есть их нет в одной локации, условно, где-то под Ублидаром, 100 тысяч человек, что их можно было всех одним ударом накрыть. Информационная технология запугивания ядерной дубинкой приводит лишь к увеличению ядерных запасов стран, у которых есть ядерное оружие. В Великобритании у нее, по-моему, если не ошибаюсь, под 300 ядерных боеголовок. Это может подтолкнуть их к тому, что у нас должно быть, там, не знаю, к концу 2030-му году тысяча боеголовок. О, это уже интересно. Франция, у которой, по-моему, 200 боеголовок, она может сказать, а нам нужно 500. Израиль. О, ребята, нам тоже надо. То есть это будет гонка ядерных вооружений. Не будет никакого сокращения, наоборот, бюджеты будут идти на ядерное оружие, на традиционное оружие. Последние заявления представителей НАТО свидетельствуют о том, что в странах Альянса появились специалисты по стратегическому сдерживанию. И ничего хорошего Российской Федерации это не сулит. Предыдущее противостояние закончилось экономическим коллапсом и исчезновением Советского Союза. В этот раз все может закончиться развалом Российской империи.